Добрый вечер. По данным недавнего опроса в ЦИОМ, 81% россиян сами себе ставят медицинские диагностики. 81%? Да. И более 50% идут врачу только после того, как их попытки самолечения заканчиваются полным фиаско. Да. А могли бы и раньше, и проблем бы, может быть, таких бы не было. Я подумал, наверное, именно поэтому у нас столько аптек. Их больше, чем алкомаркетов. Да. Но при этом, при всем, если взять количество психологов в Инстаграме, вот этих комнатных, то, видимо, у нас тоже занимаются самолечением как раз-таки психологического здоровья, а все болезни от нервов. Это я тоже диагноз поставил. Ну, и... Непрофессионал. Да-да. И Всемирная организация здравоохранения считает, что вот попытки... Вообще склонность к самолечению, по которой Россия одна из мировых лидеров, так вот, это очень опасное явление. И мы сегодня решили, вот почему мы, собственно говоря, хотим лечиться самостоятельно. Ну, на самом деле, мы все любим повторять вот эту вот аксиому, да, которая уже стала, что нет здоровых людей, есть недообследованные. И сегодня с помощью вас мы будем выяснять, почему же мы тогда все такие недообследованные. Мы уже собираем комментарии в Инстаграме, заходите, пишите там свои комментарии. Конечно же, звоните нам в прямой эфир, высказывайте свою точку зрения. Телефон у нас неизменный, 456645. Ну, и, скажем так, для самых ленивых, для тех, кто не хочет особо двигаться и высказываться, есть возможность просто принять участие в интерактивном голосовании. Сегодня вопрос звучит так. Я не хожу к врачу, потому что мне просто лень или туда трудно попасть? Итак, если вы предпочитаете лечиться сами, все знаете и считаете Google лучшим врачом, то тогда ваш номер телефона 4799-91. А если вы не ходите только потому, что к врачу трудно попасть и вам не хочется терять своего драгоценного времени, то ваш номер телефона 4799-92. Мы начинаем интерактивное голосование. Итоги будем подводить, как всегда, в конце программы. Это программа «Говорит губерния». Напоминаю, наш телефон 456645. Звоните и говорите, почему вот вы не ходите к врачу. Лично я считаю, что лень. Вот я не хожу, потому что лень. Я поддерживаю. Но тем не менее, вот есть другая точка зрения, что просто попасть к врачу слишком сложно по разным причинам. И ладно бы только я так думал, но то же самое думает Владимир Путин, на минуточку президента Российской Федерации, который на заседании Госсовета недавно заявил, что все претензии граждан по поводу недоступности первичной медицинской помощи имеют основания. И надо срочно медицину делать ближе к народу. Все может быть, но тут надо разбираться. Мне кажется, каждый отдельный случай, он уникален. И бывают разные моменты, особенно когда мы видим скандалы в травмпунктах, когда начинают лезть с кулаками на врачей. Это вообще, мне кажется, последнее дело. И был случай, ведь Хабаровский в 10-й больнице, когда врач едва ли не пострадал. Ну, о медицине вообще можно говорить вот несколько суток без перерыва. Да, то одно, то другое тема. Сегодня предлагаю все-таки сконцентрироваться на доступности первичной медицинской помощи. И сегодня у нас в гостях Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского окра. Расскажите, вот что делается для того, чтобы медицина стала ближе к народу? Мне кажется, что в последнее время вообще вопросы здравоохранения, они действительно заняли уровень государственный. И не случайно мы вот последний год, 19-й, с вами реализуем, по крайней мере в системе здравоохранения, 7 национальных проектов. Среди них есть такой, который посвящен именно первичной медико-санитарной помощи, есть онкология, есть болезни сердечно-сосудистые. Есть такая тема, которую надо развивать вне сомнения, это цифровизация. Есть такой национальный проект, который называется «Кадры». Но эти проекты и будут реализовываться до конца 2024 года. Каждый год это приблизительно 800 миллионов рублей, которые были выделены, по крайней мере, в нашем сейчас, 19-м году, на Хабаровский край. Реализуются по всей Российской Федерации. И все-таки, если сосредоточиться над проектом, который национальный проект, первичка, в нем в основном все направления, которые в том числе финансируются, они направлены на формирование выездных форм работы, приобретение мобильных комплексов, развитие вертолетных площадок, санитарная авиация, прививки и так далее. Стоит вопрос о том, что настолько изношены сегодня основные фонды системы здравоохранения, что государство принимает такое, мне кажется, очень серьезное решение сформировать на ближайшие годы, начиная с 2020-го, разработать в каждом регионе так называемые региональные программы модернизации, основной целью которых будет обеспечить вот эту самую доступность за счет либо создания новых, строительства новых или реконструкция тех учреждений, которые называются учреждения первого контакта. То есть это фабы. Это очень важно, но вот просто на телефонный звонок дадим высказаться зрителям. Так они еще ничего не услышали. Что они могут меня спросить? Давайте попросить все-таки вдруг. Ольга, здравствуйте. Высказывайте свое мнение. Здравствуйте. Алло, мама, слушай. Я бы вот хотела по поводу опроса, да, вот вы пишете, я не хожу к врачу, потому что лень и потому что трудно попасть. Я бы добавила третью строчку, потому что нет денег попасть к врачу. Вот это было бы более актуально. Так как вот у меня ребенок инвалид, и мы постоянно посещаем врачей только платно. Бесплатно очень трудно попасть. Да, я согласна. А почему трудно? Почему трудно? Большие очереди. Да, большие очереди. Вот, например, попасть к лору, врачу, да, с ребенком. Ребенок инвалид. Мне приходится сначала зарегистрироваться на госуслугах, потом пройти в саму регистратуру, еще ходить узнавать, когда получу я талончик, так как 3-4 талона выдается на очередь. То есть мне проще увезти ребенка к платному врачу. Понятно. Спасибо. Ваше мнение зачитано. Единственное, что здесь скорее речь идет уже об узких специалистах. Абсолютно. Вы, Егор, абсолютно правильно подметили, что то, о чем говорил Владимир Владимирович, и региональные программы, которые мы будем формировать, и сейчас уже к этому приступили, они больше касаются все-таки сельской местности. Ну да, горожанам на самом деле грех жаловаться. У нас при желании, чтобы не говорили... Ну, по любому терапевту попасть там можно. При желании, ну да, потратишь весь день, ну можно, да. А вот с жителем сельской местности... И поэтому мы и говорим о том, что нам до июня 20-го года надо сформировать свою региональную программу и четко определиться, где нам надо построить еще фельдшерско-акушерские пункты, где амбулатории. Ну вот, как оказалось, не везде. Мы уже к этой работе приступили. Вот на наш весь край у нас 176 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них 26, которые размещены там, где в силу миграции численность населения очень изменилась, и там стало меньше 100 человек. Мы должны принять решение. Или мы там оставляем, либо мы будем там формировать подсобное, то, что мы называем хозяйство, домовые хозяйства, те, которые обеспечивают помощь без участия пока медицинских работников. Все остальные, они у нас размещены в тех населенных пунктах, где численность населения меньше 2000. Можно, извините, чтобы мысль не ушла, уточню, без участия медицинских работников, то есть жители села... Домовое хозяйство, да. Сами учатся оказывать медицинскую повязку. Есть такое понятие домовое хозяйство, где люди имеют набор медикаментов, набор для оказания первой помощи. Они проучены по оказанию первой помощи. У них обязательно есть мобильный телефон, у них обязательно есть интернет, который позволяет в случае возникновения такой острой необходимости приглашать на себя. В плановом порядке это будут выездные бригады и так далее. А когда экстренная ситуация, это обязательно или скорая помощь, или санитарная авиация и так далее. Вот вы знаете, экстренная помощь здесь понятна. Ну, не дай бог, произошел несчастный случай. Здесь может быть какая-то хотя бы первая помощь в дальнейшем вызов специалиста. Но вот на этих фельдшерско-акушерских пунктах должен быть специально обученный врач, который может... ну да, терапевт, да, с которым хотя бы встречается... Фельдшерско-акушерских работает средний медицинский работник, фельдшер. Ну, может, конечно, есть осложнение, например, за онкологию, которая никогда не ставилась, да, или из-за какой-то, может быть, хронической болезни, чтобы сориентироваться, что нужно помощь более узкого специалиста и направить к этому специалисту, чтобы не взять дебютственную Ну, однозначно. Для этого они существуют. Для того, чтобы заподозрить, иметь четкий учет людей, которые живут на твоем участке. Фельдшерский участок – это полторы тысячи населения, которые живут. Я немножко хочу увести немножко в другую тему. Вот перед этим давайте еще один телефонный звонок, правильно? Хорошо. Мы же вместе с зрителями обсуждали. Елена, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, я вот хотела сказать по поводу того, что в селах трудно записаться к врачу. Поликлиника имени Истомина, Орлова поле, центральный район. Я уже, наверное, полгода не могу записать ребенка к окулисту. То доктор в отпуске, то доктора вообще нет. Полгода я не могу записать ребенка к окулисту. А вы пробовали, пожалуй, вот, Ирина Давидовна в подобных ситуациях предлагает обращаться к главному врачу? В первую очередь, страховую медицинскую организацию, потом к руководителю. А в смысле? В смысле? В смысле? Это ситуация постоянно. Вот, я не знаю, как в сельских, конечно, поликлиниках, но в поликлинике имени Истомина, это так, со специалистами. Но вы пробовали пожаловаться, действительно? Нет, я не пробовала, я как-то не люблю жаловаться. Я лучше, действительно, как вот сказала предыдущая, тоже мама, я тоже лучше обращусь к главному врачу. Ну, хорошо, давайте мы сейчас проработаем. Вот в этих ситуациях обращаемся к главному врачу или фонд обязательного медицинского страхования. Наверняка есть какая-то возможность переадресовать к специалисту, может быть, другую клинику. Просто приходя вот на вашу программу, у меня всегда есть желание, ощущение людям рассказать. А у людей настолько все наболевшее, что они сразу хотят о своих проблемах. Время вашей программы ограничено, ничего вам не успею рассказать. Поэтому мы вас еще и еще раз позовем. Вот, я в любом случае хочу вам рассказать, что в Хабаровском крае, как бы не ругали нас люди, у нас велась очень грамотная политика. Я имею в виду политика, государственная политика. Что мы за последние 15 лет практически не сократили ни одного фельдшерска, акушерского пункта, ни врачебной амбулатории. Мы не закрыли ничего, но, может быть, за редким исключением. Потому что хочется... Да нет, я должен подтвердить, что, по крайней мере, по сравнению с соседним Приморьем, в Хабаровском крае на порядок лучше. И поэтому, когда нам сегодня говорят строить что-то, мы говорим, ну да, строить, да, но нам сегодня надо обновить, нам хочется освежить, нам хочется провести ремонты, нам хочется провести оборудование. И этим мы хотим как раз и заниматься. А вообще люди должны знать, особенно вот если меня слушают люди сельской местности, что существуют нормативы, которые говорят о том, что вот если меньше 100 человек, это мы говорим домовое хозяйство, но если больше 100, да если до 300, и вы расположены на расстоянии, которые больше 6 километров, мы на 300 человек содержим фельдшерско-аккушерский пункт. А что такое его содержать? 300 человек, и там будет фельдшер, там будет медицинская сестра, это здание нужно отапливать, его надо охранять. И мы идем на это, понимая, какие особенности у нас территориальные Хабаровского края. Вторая задача, которая в рамках региональной программы, мы понимаем, какие у нас плохие дороги. Это целое направление и тоже национальный проект. Но государство определило, что а давайте мы все-таки посмотрим те дороги, которые соединяют медицинские учреждения, для того, чтобы туда могла доехать скорая помощь. А давайте все-таки строить вертолетные площадки. Ну, взять Николаевский район, взять Тугуро-Чумиканский, Аяномайский. На весь район 2000 населения. А там надо содержать больницу. И врачей мы хотим всех. А давайте зададим вопрос, а кто им будет платить заработную плату? И поэтому второе направление, первая доступность, вторая часть – это транспортная доступность, строительство дорог, покрытие дорог. А третья тема – это колоссальные деньги. А дальше мы говорим всегда, что у нас не хватает кадров. Ну, хоть бы на минутку задумались люди, которые, ну, когда болит, об этом не думаешь. Ну, как государственные люди. Мы же по-государственному должны подходить. Но на 300 человек мы берем на себя обязательства, что там постоянно будет находиться фельдшер, который будет получать заработную плату. То есть вопросы нормы труда сегодня очень важны. То, что вы говорите, очень важно. Серьезно. Но мы должны иногда давать слово и зрителям, и нашим подписчикам в Инстаграме. Ну, вот хочется сказать, что к данной минуте наши телезрители принимают участие в интерактивном голосовании. И явно лидирует время мнения, что очень трудно попасть к врачам. И буквально единицы, которые считают, что им просто лень. Но есть и другие мнения, которые есть в социальных сетях. Кто-то говорит, что к врачу приходишь, а он спрашивает, чем лечитесь. Вот так и продолжайте лечиться. Спрашивают, а смысл тогда вообще ходить к врачам? Не говорят, конечно, уже там, если надо сделать УЗИ, ЭКГ, рентген или что-то другое. Но в целом считают, что чем лечился, тем и лечишься. Кто-то пишет, что здоровье берегу, поэтому не хожу. Другое мнение – загруженность врачей. Ему даже на тебя некогда глаза поднять. Он спрашивает, что, как, а сам смотрит в это время в компьютер, заполняет свою карту, потому что за дверью уже сидит следующий пациент и считает, что вот такая вот спешка. И поэтому Лариса пишет, что она старается лечиться сама. Артем тоже пишет, что недоступность медицины у нас. Ну и прочитаю еще одно мнение. Я как-то карту свою прочитала, пишет Маруся. Якобы поучаствовала в диспансеризации. Оказалось, что рост на 5 сантиметров выше, вес на 5 килограммов меньше. Прям не знала, радоваться или нет. А после еще узнала, что ее целый месяц обследовали, наблюдали за ней, после того, как ее якобы укусил клещ. Но есть и противоположное мнение. Один наш подписчик написал, что занимался действительно самолечением, но был итог осложнения. Обошлось ему это осложнение в 15-16 тысяч рублей. Пишет, что после этого считает, что врачи красавцы, так как определили дальше, как его лечить, буквально по его словам. Линда Выдовна, но я бы все-таки вернулся к вопросу кадров. Понятное дело, что специалисты загружены. Понятное дело, что в городе с этим, наверное, попроще. А вот сельская местность. Есть ведь целые программы, которые созданы для специалистов, которые готовы переехать в отдаленные поселки. Они работают сейчас? Вот у нас притча Выязыца, то город Чумиканский район. Зарплата, которая предлагается доктору, составляет 130 тысяч. Плохо. Но если там нет жилья. Ну да, все деньги на жилье уйдут. Туда не хочет ехать специалист, потому что там нету жилья, там нету детских садов. Поэтому для нас очень важно сегодня, если заниматься строительством, например, ФАПов или амбулаторий, чтобы сразу в этих проектах, которые были бы типовые проекты, там сразу было жилье, потому что никто туда не зайдет и новый дом не построит для того, чтобы там. Альтруистов сейчас, медиков мало. Те, которые у нас выпускники, они, конечно, уже сегодня современная молодежь, которая хотят видеть отдачу за свою работу. И потом, конечно, очень грустно мне, проработавшим много лет в системе, зная, как много положительного мы достигли, сколько бы я на программу не приходила, куда бы не приходила, люди все время говорят о своих проблемах. Ну, хоть бы один из тех людей, которому поставили сустав или который в экстренной ситуации поставили стенд, и он не умер от инфаркта Микарда, ну, хоть бы один из них позвонил и сказал, боже мой, да какой там вот такой хороший врач. В системе кругом делается очень много, и государство для этого вкладывает. Давайте я скажу, мне вот недавно тещи поставили коленный сустав. Огромная благодарность. Ой, как хорошо. Ну, спасибо вам большое. Поэтому, возвращаясь к теме нашей программы, что мы двигаемся вперед, мы двигаемся вперед. Мы хотим получить достаточно большие вливания финансовые от федерального бюджета, потому что за свои деньги в краевого бюджета мы не сможем этого всего построить. У нас в планах есть и оснащение, и ультразвуковой диагностика, и приобретение самого элементарного, чтобы можно было и зрение посмотреть, и так далее, и расширять возможности для ангиографии, и так далее. Но это все требует определенного времени, а самое главное – врачей. Ирина Дмитриевна, я вижу, как вы расстроились. Я расстраиваюсь, да. На самом деле, я хочу вас успокоить, на телевидении не то же самое. Вот ты как угодно расшибись, все равно будут звонить, вот вы ничего не понимаете, вы не о том делаете, не так. Вот это проверено. Знаете, я, наверное, пожелаю вам успеха в том плане, потому что, несмотря на критику, можно идти вперед. Нет, критика здоровая, может быть, да. И дальше развиваться. Да, делаем выводы. Мне кажется, как в медицине, самое главное – верно поставить диагноз. Если уже сам президент сказал, что да, у нас медицина недостаточно доступна, да. Первичное звено, Вячеслав Владимирович, первичное звено. Да, да, первичное. Вот если я в нас поставлю, я как больной верю в то, что меня вылечит, поставят на ноги. Будем верить, что так и будет. Да, спасибо огромное. У нас в гостях была Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хамаровского края. Мы говорили о программе, ну, точнее, только начали говорить о программе… Модернизации, да. Модернизации здравоохранения в крае, которая должна привести к тому, что медицина будет ближе к народу, более доступна. У нас продолжается интерактивное голосование. Я пока им ходом недоволен. Я считаю, что лично я не хожу, только потому что… Я тоже не хожу, потому что, честно говоря, мне лень. Это правда. А что там получается под числением? Пока что у нас лидирует вариант, что все-таки трудно попасть к врачам, а лень ходить буквально 17 человеком. Ну, берем для себя тайм-аут, делаем выводы соответствующие, и в дальнейшем развиваем нашу систему Хабаровского края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА